Добрый день, уважаемые коллеги! Мой сегодняшний доклад будет посвящен обзору проекта методических рекомендаций стандартизации лучевых методов исследований при злокачественных лимфомах в рамках АОР. Представлен на проекте методических рекомендаций стандартизации лучевых методов исследований при злокачественных лимфомах у взрослых пациентов и детей приведен современный алгоритм исследования, рассмотрены основные принципы инструментальной диагностики и оценки ответа на проведенное лечение. Что будет говориться в этом проекте? В этом проекте будет говориться краткая информация по заболеванию или состоянию. Сегодня мы уже об этом говорили и много слышали. Это определение заболевания, как и лимфомы Ходжкина, фолликулярная лимфома, дифозная крупноклеточная, Б-клеточная лимфома и зрелые Т-клеточные лимфомы. Это и теология и патогенеза всех этих заболеваний. Это эпидемиология заболевания или состояния. Также всех этих групп. Дальше идет краткая информация по заболеванию и состоянию. Это особенности кодирования заболевания по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Вы видите на этом слайде, что достаточно большая группа классификаций, которую, может быть, специалисты запоминают, а кто не знает, как раз подсмотрит в этих рекомендациях. Дальше идет классификация заболевания и клиническая картина заболевания. Клинические симптомы заболевания могут включать бессимптомное увеличение периферических лимфатических узлов, симптомы интоксикации, бессимптомы, лихорадка выше 38 градусов не менее трех дней подряд, без признаков воспаления, ночные профузные поты, похудание на 10% массы тела за последние шесть месяцев, интермитирующая лихорадка, кожный зуд до расчесов. У пациентов с массивными поражениями средостения боль в груди, кашель, одышка, симптомы сдавления верхней полой вены. Стодирование осуществляется по результатам обследования в соответствии с критериями классификации Ан-Арбор, которая разработана для лимфомы Ходжкина, но также используется и при стодировании неходжинских лимфом. Первая стадия – это поражение одной лимфатической зоны или структуры. Вторая стадия – поражение двух или более лимфатических зон по одной сторону диафрагмы. Третья стадия – поражение лимфатических узлов или структур по обе стороны диафрагмы. Четвертая стадия – диссеминированное поражение одного или нескольких экстралимфатических органов или без поражения лимфатических узлов. Изолированное поражение экстралимфатического органа с поражением отдаленных лимфатических узлов, поражения печени или кустного мозга. Обязательно диагноз лимфомы устанавливается на основе морфологического и иммуногистеохимического исследования биопсийного материала и формулируется в соответствии с пересмотренной классификацией опухолегемопоэтической лимфоидной ткани ВОЗ-2017 года. При установлении стадии лимфомы по гректериям классификации АНАРБОР используется также понятие зоны поражения лимфоузлов. Сегодня об этом мы уже говорили, но еще раз я повторюсь, что в этих рекомендациях будут указаны именно в таких картинках и с описанием всех зон поражения. После завершения стадирования пациент должен быть отнесен к одной из прогностических групп согласно критериям немецкой группы по изучению лимфо. Это мы видим в этой таблице, где пациенты делятся на ранние стадии с благоприятным прогнозом, ранние стадии с неблагоприятным, протозом и распространенные стадии. Далее будет большой раздел, который посвящен методам лучевой диагностики лимфом. И мы видим сейчас задачи для всех этих методов. Это первичная диагностика и стадирование, это оценка эффективности химио-лучевой терапии, динамическое наблюдение, диагностика сопутствующих заболеваний и диагностика коморбидных состояний. Компьютерная томография является основным, наиболее использованным методом диагностики определения стадии опухоли. Метод обладает широкой доступностью и относительно низкой стоимостью. Компьютерная томография позволяет установить локализацию пораженных групп лимфатических узлов и внутренних органов по их количеству, увеличению размеров, характера взаиморасположения и слияния между собой и изменению рентгеновской плотности. Мы видим, что всем пациентам при установлении диагноза рекомендуется выполнить КТ шеи, грудной клетки, органы брюшной полости и малого таза, обязательное сконтрастирование для стадирования заболеваний, уточнение размеров и распространения опухолевого очага. Далее на этом слайде мы видим, что мы представим там параметры сканирования, которые там будут тщательно описаны как для выполнения, и также, что надо указать в протоколах заключения компьютерной томографии. Все описания делаются по измерению классификации Лугана. Сегодня тоже мы уже об этом говорили. Это длинная ось в аксиальной плоскости больше 1,5 см. Экстронодальное поражение длинной ось в аксиальной плоскости больше 1 см. Определение двух размеров наибольший и перпендикуляр к нему. Измерение селезенки включает наибольший поперечный и перпендикулярный диаметр органа в аксиальной плоскости, а также в кронеокалдальный диаметр в коронарной плоскости, и это обязательно. Испленномегалея считается вертикальный размер больше 13 см. Для контроля выбирают примерно 6 до 6 измеряемых очагов, что необходимо отразить в описании компьютерной томографии. Это группы пораженных лимфоузлов, это распространение по контакту на легкие, грудную стенку, перикард, дислокацию структур, средостения и инвазию сосудов, обязательно органное поражение, эфузию в плевральной полости, полость перикарда, размеры контролируемых очагов. Ультразвуковое исследование является наиболее недорогим и широко доступным методом визуализации, однако эффективность ультразвуковой диагностики неотлемного будет зависеть от опыта и навыков ультразвукового специалиста. При нем необходимо оценить периферические лимфатические узлы и внутрибрюшные, забрюшинные узлы, органы брюшной полости и малого таза. Лимфоузлы диаметром менее 1 см считаются пораженными, лимфатические узлы диаметром 1-2 см требуют динамического наблюдения в процессе терапии, лимфоузлы диаметром более 2 см считаются пораженными. Четыре варианта ультразвуковой картины поражения паренхематозных органов, единичное очаговое поражение, множественное очаговое поражение, диффузная инфильтрация органа, прорастание опухоли с региональных лимфатических узлов в орган. Все это необходимо указать при ультразвуковом исследовании. Далее мы говорим, что можно ли использовать рентгеновский метод исследования для диагностики лимфом. Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях при установлении диагноза лимфом выполняется только при противопоказании к выполнению компьютерной томографии или только тогда, когда невозможно выполнить компьютерную томографию. Показанием будет первичная диагностика и оценка распространенности опухолевого процесса также при невозможности выполнить компьютерную томографию. Для измерения обязательно медиастинно-торакального индекса. Массивным принято считать медиастинальные лимфатические узлы, если этот индекс больше, чем 0,33 или любые другие опухолевые массы диаметром больше 10 см. Выявление сопутствующей патологии, диагностика осложнений после химио-лучевой терапии и обязательно для оценки постановки центрального катетера венозного или порт-системы для проведения химиотерапии, для исключения, как в данном слайде, мы видим пневмоторакса или гидропневмоторакса. Иногда, если в клиниках имеется такая новая методика, как томосинтез, мы можем использовать еще и томосинтез для первичной диагностики как увеличенных лимфатических узлов, так и поражения легких при лимфоме. На данном слайде вы все видите, что это ключевые элементы заключения, которые обязательно тогда надо описывать при рентгенографии грудной клетки. Все это подробно будет описано в этих методических рекомендациях. Описываются группы увеличенных лимфатических узлов средостений, инфильтраты в легких, степень смещения органов грудной клетки, наличие выпыта в плевральных полостях и в полости перикарда. Магнитно-резонансная томография используется для выявления поражения центральной нервной системы, мягких тканей и кустного мозга при необходимости. Также альтернатива компьютерной томографии органов брюшной полости и малого таза. При оценке поражения лимфатических узлов используются те же критерии, что и при компьютерной томографии. Достоинством метода является отсутствие лучевой нагрузки, что особенно актуально в детском возрасте. Кроме того, в последнее время становится все более перспективным использование программы диффузно-звешенного исследования всего тела с оценками ЭКД-карт на фоне лечения. Всем пациентам при установлении диагноза, при оценке ответа на лечение, а также при подозрении на рецидив заболевание рекомендуется при наличии возможности выполнить позитронную эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией, с тумаротропным радиофармпрепаратом. Или это уже будет хуже, при отсутствии технической возможности выполнить только ПЭТ-исследование всего тела с тумаротропным радиофармпрепаратом для более точного стандирования заболеваний и лучшей оценки эффекта на химиотерапию. Всем пациентам с лимфомами после двух или четырех циклов химиотерапии, после окончания химиотерапевтического этапа и после завершения всей программы лечения рекомендуется оценка ответа на терапию в соответствии со стандартными критериями ответа на лечение лимфом для определения дальнейшей тактики ведения этих пациентов. Полный ответ мы считаем, когда длинная ось лимфоузлов или конгломератов лимфоузлов меньше, чем или равна 1,5 см. Отсутствие экстранодальных очагов поражения. Оценка ответа на лечение проводится в соответствии с обновленными критериями, предложенными международной рабочей группой по лимфомам в 2007 году. Для стандартизации воспроизводимости и возможности сравнения результатов ПЭТ-КТ, полученных в различных медицинских учреждениях, при оценке эффективности лечения у пациентов с лимфомами используется визуальный анализ ПЭТ-данных по, как вы видите, пятибальной шкале. При этом интенсивность накопления в тор-дезоксиглюкозе в патологическом очаге сравнивается с интенсивностью накопления препарата в неизмененных отделах средостения или в правой доле печени. Также введено еще и понятие X-балок, характеризующих наличие очагов накопления в тор-дезоксиглюкозе, неясного, скорее, воспалительного генеза, связь которых с основным заболеванием маловероятна. Далее там описывается, как надо диагностировать лимфому во время беременности. Пациенткам с активным течением, у которых определяется беременность или при выявлении во время беременности рекомендовано проведение консилиума, это обязательно, включающего гематолога и акушерогинеколога, для индивидуального выбора тактики ведения пациентки. Диагноз обязательно должен быть верифицирован морфологически для определения степени распространенности процесса. Предпочтение отдается ультразвуковой диагностике и магнитно-резонансной томографии. Диагностическое наблюдение, оценка эффективности лечения после двух-четырех циклов химиотерапии, после окончания химиотерапии и после завершения всей программы лечения. Для подтверждения полноты ремиссии, через три месяца компьютерная томография всех зон исходного поражения сконтрастирована. Возможно, но не обязательно выполнение ПЭТ-КТ при остаточных опухолевых массах, превышающих 2,5 см. Компьютерная томография при подозрении на рецидив, выполнение ПЭТ при наблюдении за больными, вот здесь не рекомендуем. Полная ремиссия обследования в течение первого года, каждые три месяца, второго года, каждые шесть месяцев, в дальнейшем ежегодно. И пациентам, завершившим лечение по поводу лимфомы с достижением полного регресса рекомендуется диспансерное наблюдение у врача-онколога или врача-гематолога. Спасибо за внимание. Вы сейчас прослушали именно проект рекомендаций методических по лучевой диагностике. Мы будем очень рады, если у вас имеются какие-то дополнения, какие-то пожелания. Вы всегда можете обратиться в НМИЦ «Онкология Петрова» в отделение лучевой диагностики, которая занимается этим проектом. До свидания.